Из-за коммунальной аварии на Белинского под водой оказалась проезжая часть чуть выше подземного перехода. Спуск и подъем по скользкой мокрой дороге стал испытанием для автомобилистов. За ночь потоп устранили, но сегодня почти до восьми вечера у жителей семи домов не будет холодной воды. Все из-за подрядчика, который задел трубы бурильной установкой. По данным Краскома, авария произошла в районе пятого дома на Белинского. Сотрудники компании «Технострой» поздно вечером прокладывали новые канализационные сети к бизнес-центру и повредили водопровод. Работы вели без согласования, заверяют коммунальщики. С утра уже был организован подвоз питьевой воды к двум домам и детскому саду. Этому участку дороги вообще не везет с порывами. Почти год назад в марте сам переход на Белинского затапливало из-за грунтовых вод и аварий на колодце. Тогда сотрудники СТП почти сутки гребли воду и талый снег лопатами. Вот это каждый год. Надо что-то менять. Это обычная помпа, которая откачивает воду. В данном случае идет лоток водоприемный. В этот раз аварии на сетях можно было избежать. Трубы на этом участке улицы Белинского в хорошем состоянии, говорят коммунальщики. Уточнить все ли работы завершены и будет ли повторный подвоз холодной воды можно по телефону диспетчерской Краскома 211-39-63. Что касается халатности подрядчика, его уже вызвали на комиссию в районную администрацию. СПК «Технострой» повредил действующий водопровод бурильной установкой. Земработы проводились без согласования с Краском и без получения соответствующего разрешения. Восстанавливать поврежденный участок водопровода будет за свой счет виновник коммунальной аварии. Слесарей Краском в ночь сделали переключение на сетях холодного водоснабжения, чтобы как можно меньше потребителей коснулось последствия инцидента.